Резидент – многозначный профессиональный термин, используемый в документах и в профессиональном языке советских и российских специальных служб, а также спецслужб отдельных стран из бывшего СССР для обозначения различных категорий сотрудников руководящего и оперативного состава, а также агентурного аппарата. По экстраполяции этот термин также используется в русском языке применительно к сопоставимым иностранным спецслужбам. Резидент во внешней разведке СССР и России, в разведывательной терминологии ПГУ КГБ СССР, Служба внешней разведки России и Гругенштаба вооруженных сил СССР и России, под резидентом понимается руководитель негласного территориального органа внешней разведки, занимающий гася за рубежом разведывательной деятельностью в пользу СССР или России. Резидент организует добывание секретных разведывательных данных, кодированную и шифрованную связь, направляет меры безопасности, руководит работой конспиративных агентурных сетей. Различаются так называемые «легальные» и «нелегальные» резиденты. Следует иметь в виду, что профессиональные жаргонные термины советских и российских спецслужб «легальный» и «нелегальный» относятся исключительно к форме прикрытия разведывательной деятельности. Любая секретная разведывательная деятельность оперативных сотрудников или специальных агентов одного государства на территории другого во всем мире, считается незаконной, подпадает под уголовную квалификацию шпионажа и уголовно наказуема. История резидента ВЧК, в том числе и зарубежной, появились сразу после ее создания. Институт закордонных резидентов ВЧК, ВЧК, ГПУ, ОГПУ сначала был исключительно нелегальным, поскольку Советская Россия и СССР не имели международного признания и дипломатических отношений. После начала установления дипломатических отношений СССР и развития международных обменов стал постепенно появляться и формироваться Институт легальных резидентов разведки, который однако не имел решающего значения вплоть до окончания Второй мировой войны. В тот период отдавалось предпочтение разведке нелегальной, да и сама внешняя политическая разведка велась по большей мере не структурами ОГПУ НКВД МГБ, а аппаратом исполкома Третьего коммунистического интернационала. В короткий период сразу после Второй мировой войны и начала Холодной войны между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции в 1947-1949 годах, в СССР наблюдались некоторые эксперименты. Когда МИД и советская внешняя разведка были объединены в Комитет информации при Совете министров СССР и позднее при МИДе, в этот период чрезвычайные полномочные послы СССР за рубежом официально считались главными резидентами разведки в стране пребывания, а некоторые из действовавших тогда резидентов были назначены на должности послов. Однако это смелое новшество не привелось. Военная разведка была вновь выделена из Киев и возвращена в структуру Генерального штаба Вооруженных сил СССР уже в 1948 году. Послевоенное организационно-структурное становление спецслужб СССР завершилось созданием в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР с первым главным управлением политической внешней разведкой. В ее классическом, современном понимании о резиденте разведки КГБ обрели свой современный статус легальный резидент разведки, легальный резидент, кадровый руководящий сотрудник органов внешней разведки СССР и России, всегда советский или российский гражданин. Он руководит разведывательной деятельностью, деятельностью легальной резидентуры негласного территориального органа внешней разведки за границей, действующего под прикрытием официальных советских и российских загранучреждений, как правило, посольств, крупных постоянных представительств при международных организациях консульских учреждений. Легальные резидентуры физически расположены на территории, защищены дипломатическим иммунитетом и правом экстерриториальности под вооруженной охраной специальных подразделений. Легальный резидент чаще всего в воинском звании полковника в качестве официальной должности прикрытие своей деятельности занимает, как правило, одну из высокопоставленных посольских или консульских должностей всегда имеет дипломатический иммунитет. В крупных резидентурах у резидента имеется несколько заместителей по линиям разведработы, а сама должность резидента – генеральская. Когда в одной стране имеется несколько легальных резидентур, одна из них имеет наименование «главное» с формальным подчинением ее руководителю всех остальных легальных резидентов. При этом каждый легальный резидент сохраняет свой прямой и независимый выход на руководство центра с личным секретным шифром. При разоблачении легальные резиденты не подлежат ни аресту, ни суду. Они объявляются персонами нон-грата и высылаются из страны пребывания. Статус резидентов, структуре КГБ, правила отбора и назначения. Легальные резиденты внешней разведки КГБ СССР считались высокопоставленными и ответственными начальниками. Хотя они находились в прямом подчинении руководства первого главка, однако сама должность официально именовалась «резидент КГБ», а не просто ПГУ. На нее назначались оперативные сотрудники с большим опытом и стажем разведывательной деятельности. Но только после специального обучения на годичных курсах повышения квалификации руководящего состава ПГУ КГБ, резиденты назначались приказами председателя КГБ СССР по представлению заместителя председателя КГБ, начальника ПГУ. Кандидатуры обязательно предварительно рассматривались на заседании парткомов ПГУ и КГБ, утверждались на заседании коллегии КГБ, а также согласовывались с международным отделом аппарата ЦК КПСС. Перед выездом в резидентуру резиденты, как правило, встречались лично с председателем КГБ, а в эпоху Андропова еще и с ним, как с секретарем ЦК КПСС. Так описывает роль резидентов Леонид Млечин в своей книге об СВР, а так статус и положение резидента КГБ за рубежом описывает бывший резидент в Гане, Нигерии и Либерии Анатолий Баронин. Геополитические особенности. КГБ имел своих резидентов только в капиталистических и нейтральных государствах, странах третьего мира с феодальным или капиталистическим государственным строем. При этом в крупных развитых странах со сложной контрразведывательной обстановкой главному резиденту и резидентам было трудно получать в больших объемах значимую секретную информацию. Однако эти посты считались весьма престижными, открывающими доступ к наивысшим должностям в центральном аппарате ПГУ и КГБ СССР. Вот как об этом пишет Леонид Млечин в своей книге об СВР. В странах социалистического лагеря существовали не резидентуры, а официальные представительства КГБ при местных органах государственной безопасности. Например, в ГДР официальное представительство КГБ СССР при Восточно-Германском министерстве госбезопасности. Исключения составлялись от страны, у руководства которых были идеологические разногласия с КПСС и СССР, КНР, СФРЮ, Народная социалистическая республика Албании и некоторые другие. Так в КНР было закрыто в начале 1960-х годов официальное представительство КГБ и в 1964 году под крышей Советского посольства создана легальная резидентура КГБ, первым руководителем которой стал Юрий Дроздов. Особенностью современного этапа является то, что СВР России в ряде развитых капиталистических стран, наряду с легальными и нелегальными резидентами имеет также своих вполне официальных представителей, которые призваны координировать с иностранными правоохранительными органами и специальными службами совместную борьбу с международным терроризмом, наркоторговлей и иными опасными формами международной организованной преступности. Например, генерал Сергей Лебедев до своего назначения в мае 2000 года на пост директора СВР России был таким официальным представителем российской внешней разведки в США. В 1998-2000 годах легальные резиденты внешней разведки КГБ СССР и СВР России США – Вашингтон. Главная резидентура под прикрытием посольства СССР в США – Вашингтоне. В 1966 году ей были подчинены резидентуры в Нью-Йорке и Сан-Франциско. В конце 1960-х – начале 1970-х годов преобразована в главную резидентуру. Должность прикрытия легального резидента – советник посольства. Воинское звание – генерал-майор резиденты. 1946 год – 1948 год – Долбин Григорий Григорьевич резидент МГБ 1948 год – 1949 год – Соколов Георгий Александрович 1949 год – 1950 год – Кришин Борис 1950 год – 1954 год – Владыкин Николай Алексеевич 1960 год – 1964 год – Феклисов Александр Семенович Шпотвымышленный фамилий Фомин 1964 год – 1965 год – Лукьянов Павел Павлович 1965 год – 1968 год – Соломатин Борис Александрович 1968 год – 1975 год – Полонник Михаил Корнеевич 1975 год – 1982 год – Якушкин Дмитрий Иванович 1982 год – 1986 год – Андросов Станислав Андреевич 1987 год – 1992 год – Громаков Иван Семенович 1992 год – 1994 год – Лысенко Александр Иосифович Заместители главного резидента – Полинии ПР 1965 год – 1970 год – Калугин Олег Данилович 1971 год – 1975 год – Громаков Иван Семенович По линии Хак 1949 год – 1950 год – Барковский Владимир Борисович США – Нью-Йорк Резентура под прикрытием постоянного представительства СССР при ООН в Нью-Йорке Должность прикрытия резидента – первый заместитель постоянного представителя СССР при ООН в дипломатическом ранге советника-посланника или советника Воинское звание в советское время – генерал-майор Резиденты 1952 год – 1955 год – Лысенков Николай Петрович 1959 год – 1962 год – Барковский Владимир Борисович 1962 год – 1965 год – Иванов Борис Семенович 1966 год – 1968 год – Кулибякин Николай Пантелеймонович 1969 год – 1971 год – Соболев Викентий Павлович 1971 год – 1975 год – Соломатин Борис Александрович 1975 год – 1979 год – Дроздов Юрий Иванович 1979 год – 1985 год – Казаков Владимир Михайлович Заместитель резидента КГБ Полинии П.Р. Кулибякин Николай Пантелеймонович Полоник Михаил Корнеевич Заместитель резидента Полинии Х. 1956 год – 1958 год – Барковский Владимир Борисович Заместитель резидента СВР России 1995 год – 2000 год – Третьяков Сергей Михайлович Первый секретарь постоянного представительства России при ООН Полковник СВР, ставший невозвращенцем и перебежиком в США в 2000 году Последнее время проживал под вымышленным именем в США с женой и дочерью Умер 13 июня 2010 года Великобритании Лондон резидент и исполняющий обязанности резидентов 1932 год – 1934 год – Е. П. Мецкевич 1936 год – 1937 год – А.С. Чапский 1937 год – 1938 год – Г.Б. Графпен 1940 год – 1943 год – А.В. Горский 1941 год – 1943 год – Чичиев и А. Специальный резидент связи 1943 год – 1947 год – Кукин Константин Михайлович В связи с реорганизацией внешней разведки В 1947 году был назначен по совместительству чрезвычайным и полномочным послом СССР в Англии 1947 год – 1952 год – Родин Борис Николаевич под вымышленной фамилией Коровин 1953 год – 1955 год – Кондрашев Сергей Александрович 1954 год – 1956 год – Тихвинский Сергей Леонидович 1956 год – 1961 год – Родин Борис Николаевич 1962 год – 1964 год – Багричев Николай Григорьевич 1964 год – 1966 год – Чижов Михаил Тимофеевич 1967 год – 1971 год – Воронин Юрий Николаевич 1971 год – 1972 год – Лазебный Евгений Николаевич 1972 год – 1980 год – Лукасевич Яков Константинович под вымышленной фамилией Букашев 1980 год – 1984 год – Гук Аркадий Васильевич 1982 год – Гордиевский Олег Антонович заместитель резидента Полиньи Каэр 1963 год – 1965 год – Бояров Виталий Константинович 1966 год – 1970 год – Шишкин Иван Александрович Полиньи Хак 1947 год – 1950 год – Феклисов Александр Семенович 1968 год – 1971 год – Шерстнев Лев Николаевич Индия – Дели резидентура под прикрытием посольства СССР в Индии в Дели в конце 60-х – начале 70-х годов была преобразована в главную резидентуру Ей подчинялись резидентуры в Бомбее, Калькуттие, Мадрассе Должность прикрытия резидента – советник посольства Воинское звание – генерал-майор Резиденты – 1957 год – 1960 год – Богданов Радомир Георгиевич – 1960 год – 1963 год – Соломатин Борис Александрович – 1963 год – 1967 год – 1967 год – 1970 год – Ерохин Дмитрий Александрович – 1970 год – 1975 год – Медяник Яков Прокопьевич – 1975 год – 1977 год – Шебаршин Леонид Владимирович – 1984 год – 1990 год – Трубников Вячеслав Иванович – по совместительству резидент в Бангладеш Заместитель резидента – 1971 год – 1975 год – Шебаршин Леонид Владимирович – Китайская Народная Республика Пекин – резидентура под прикрытием посольства СССР В Китае – в Пекине – должность прикрытия резидента Советник посольства Резиденты – 1964 год – 1968 год – Дроздов Юрий Иванович – 1976 год – 1981 год – Турчак Михаил Маркович – Франция – Париж Резидентура под прикрытием посольства СССР во Франции В Париже – должность прикрытия резидента Заведующий консульским отделом посольства СССР Воинское звание – полковник Резиденты – 1945 год – 1947 год Агенц – Иван Иванович – 1948 год – 1950 год – Крахин Алексей Алексеевич – полковник 1954 год – 1955 год – Лысенков Николай Петрович – 1955 год – 1959 год – Цимбал Михаил Степанович – 1959 год – 1966 год Лазарев – Александр Иванович – 1966 год – 1971 год – Крахин Алексей Алексеевич – генерал-майор 1972 год – 1977 год – Кисляк Иван Петрович – 1977 год – 1983 год – Четверяков Николай Николаевич – 1986 год – Хромцов Анатолий Викторович – заместитель резидента 1945 год – 1948 год – Лысенков Николай Петрович – ФРГ Бонн Легальная резинтура организована в тогдашней столице ФРГ Бонне В 1955 году после установления дипломатических отношений между СССР и ФРГ Еще одна резинтура действовала в Кёльне Резиденты – 1958 год – 1963 год – Зайцев Иван Иванович – 1964 год – 1966 год – Гранов Юрий Николаевич – 1966 год – 1969 год – Воронцов Юрий Николаевич – 1969 год – 1972 год – Зайцев Иван Иванович – 1981 год – 1989 год – Шишкин Евгений Зотович – Япония – Токио Резиденты – 1954 год – Носенко Александр Федорович – 1957 год – 1960 год – Розанов Анатолий Анатольевич – 1964 год – 1969 год – Покровский Георгий Петрович – 1969 год – 1973 год – Попов Юрий Иванович – 1973 год – 1975 год – Ерохин Дмитрий Александрович – генерал-лейтенант 1976 год – 1979 год – Гурианов Олег Александрович – 1983 год – 1985 год – Шапошников Александр Александрович – 1988 год – Борисов Николай Николаевич – Австрия – Вена Главная резентура под прикрытием посольства СССР В Австрии в Вене – должность прикрытия Первый секретарь посольства – воинское звание Полковник – Резиденты – 1954 год – 1958 год – Шубняков Федор Григорьевич – 1958 год – 1960 год – Шишкин Евгений Изотович – 1960 год – 1962 год – Кондрашев Сергей Александрович – 1966 год – 1970 год – Павлов Виталий Григорьевич – 1970 год – Шишкин Евгений Изотович – заместитель резидента 1957 год – 1957 год – 1960 год – Кондрашев Сергей Александрович – Швейцария Резентура в Берне – Резентура в Женеве Резентура в Бернии – под прикрытием посольства СССР В Швейцарии – резиденты Калинин – Валерий Петрович – капитан первого ранга Александров – Борис Михайлович – резентура в Женеве Под прикрытием постоянного представительства СССР При Европейском отделении ООН – Египет Резиденты – 1970 год – 1974 год – Кирпиченко Вадим Алексеевич – заместитель резидента 1954 год – 1960 год – Кирпиченко Вадим Алексеевич – Дания Копенгаген – резиденты 1976 год – 1982 год – Гордиевский Олег Антонович – заместитель резидента 1973 год – 1976 год – Гордиевский Олег Антонович – Иран – Тегеран Резиденты – 1937 год – 1939 год – Отращенка Андрей Макарович – 1953 год – 1955 год – Отращенка Андрей Макарович – 1978 год – Фаделькин Иван Анисимович – генерал-майор 1979 год – 1983 год – Шибаршин Леонид Владимирович – Италия Рим не поздняя – 1982 год – преобразована в главную резентуру Резиденты – 1951 год – 1955 год – Федичкин Дмитрий Георгиевич – 1966 год – 1971 год – Агенц Горген Семенович – генерал-майор 1971 год – 1975 год – Борзов Геннадий Федорович – 1975 год – 1979 год – Соломатин Борис Александрович – генерал-майор 1982 год – 1986 год – Орлов Георгий Александрович – 1987 год – Акимов Валентин Антонович – Ливан Бейрут – резиденты КГБ СССР 1985 год – 1989 год – Перфилиев Юрий Николаевич – Новой Зеландии Резиденты – Шацких Николай Александрович – Норвегия Осло – резиденты 1954 год – 1957 год – Ситерин Иван Александрович – 1957 год – 1962 год – Дубенский Богдан Андреевич – 1962 год – 1966 год – Старцев Александрович Николаевич – 1966 год – 1971 год – Лепешкин Леонид Ильич – 1971 год – 1972 год – Грушко Виктор Федорович – 1972 год – 1977 год – Титов Геннадий Федорович – 1977 год – 1981 год – Макаров Леонид Алексеевич – 1981 год – 1987 год – Севрегин Геннадий Яковлевич – 1987 год – Кашляков Лев Сергеевич – заместитель резидента по линии ПР – 1968 год – 1971 год – Грушко Виктор Федорович – 1971 год – 1972 год – Титов Геннадий Федорович – Румыния Бухарест – Резинтура существовала до 30 декабря 1947 года, когда была провозглашена Народная Республика Румыния Резиденты – 1945 год – 1947 год – Федичкин Дмитрий Георгиевич – нелегальный резидент разведки Нелегальный резидент, как правило, кадровый оперативный сотрудник особой категории органов внешней разведки и нелегальной разведки Он руководит нелегальной разведывательной деятельностью, нелегальной резидентурой внешней разведки за границей глубоко законспирированного разведывательного органа Действующего автономно и, как правило, вне привязки к официальным советским или российским заграночреждениям Нелегальным резидентом в исключительных случаях может быть иностранец, а также лицо без гражданства Нелегальные резиденты, как правило, выдают себя за граждан страны пребывания или иностранных граждан из дружественных государств Используют подлинные или сфабрикованные иностранные документы личности на истинные или вымышленные имена и фамилии Нелегальные резиденты, таким образом, должны владеть иностранными языками на уровне родного или близком к родному Подготовкой, руководством и обеспечением деятельности нелегальных резидентов в советских и российских органах внешней разведки занимались специальные подразделения, например, управление СПГУ КГБ Для прикрытия своей разведывательной деятельности нелегальные резиденты официально занимаются реальной или вымышленной законной деятельностью Чаще всего позволяющие свободно передвигаться по стране пребывания и миру, иметь широкий круг знакомств, достоверно объяснять нерегулярные источники доходов и свободный график работы Не будучи под дипломатическим прикрытием, нелегальные резиденты не обладают соответствующим иммунитетом В случае разоблачения они подлежат задержанию, аресту и уголовному суду в стране пребывания по обвинению в шпионаже или в иных тяжких государственных преступлениях За недостаточностью улик или при нежелании контрразведывательных органов раскрывать свои секретные источники и сотрудников при гласном разбирательстве в суде Нелегальным резидентам зачастую предъявляются менее тяжкие обвинения в пребывании на чужой территории без декларации своего статуса как агента иностранного государства В ней надлежащие уплате налогов или в нарушении миграционного законодательства Иногда их даже отпускают под залог, что дает им возможность скрыться от правосудия В 1950-е и 1970-е годы имела место практика обмена арестованных и осужденных за границей советских нелегальных резидентов на иностранных разведчиков Арестованных в СССР с каноном «Молодым» и «Т.П.» Последний публичный факт обмена произошел в июле 2010 года резидент в разведках некоторых стран По аналогии этот термин также используется в русском языке по отношению к руководителям загранопартов внешних разведок иных стран США резидент ЦРУ за рубежом дословно называется руководитель станции Франция резидент Генеральной дирекции внешней безопасности за рубежом дословно называется руководитель антенны Германия в германской разведке должность резидента носит название главной уполномоченной БНД в данной стране